Песни Победы, пожалуй, знают все, но для Розы Адамовны это еще и память о маме, которая Великую Отечественную пережила в концлагере, родив там дочь. О том страшном времени женщина не помнит, кроме песен, что пела ей мама каждое 9 мая. В соседнем дворе живет Нина Григорьевна, участница Японской войны, с 42-го года и до самой Победы была связистом в береговой охране Техоокеанского флота. Песни фронтовой бригады зазвучали и у ее дома. Равнение на середину! Поздравляем вас с 77-го годовщиной Победы! Исполнили песни той весны участники Народного театра «Азарт». Куплеты знаменитой «Катюши», «Дня Победы» и даже народные частушки звучали в каждом дворе Заринска, где живет участник войны. Руководитель театра Евгений Танков рассказывает, что традиция поздравлять ветеранов под их окнами появилась в прошлом году. Правда, тогда ветеранов в Заринске было 15, а сейчас всего 7. Дядя с 25-го года погиб в Польше. И все мои братья несли службу. И тоже мой сын. И поэтому я считаю, что 9 мая мы должны отдать дань памяти нашим дедам, нашим отцам. Благодарные за мир дети и внуки сегодня уже сами состоят в Совете ветеранов. 9 мая они организовывают и помогают проводить праздник. Вот и сегодня Совет ветеранов даже для гостей города на вокзале спел известные песни. У каждой организации свое лицо. Одни вот такие творческие, вторые ухаживают за могилами ветеранов, третьи спортсмены, четвертые интересную историю написали. Дети Великой Отечественной войны, умницы все. Я горжусь, что работаю с ними. А песня остается с человеком, как гласят известные строчки. И сегодня она вновь объединила поколения. Кому-то напомнила о непростом прошлом, кому-то о том, как важно беречь мир. София Цинка, Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком.